Доброе время, сутка на из-за месяца канал Сомнеником, продолжаем обзор моих программ на айпаде. Первое видео я не просто так сказал, что оно обзорное, оно просто рассказывалось из тех программах, которые всем известны и просто показывались какие программы стоят. Собственно сегодня будет рассказ про фотографии или приложение для создания и дактирования фотографий. Специально создал отдельную папочку и первым у нас будет приложение для создания превьюшек для сайтов или в принципе для этого видео, для предыдущего этого и думаю последующих, где нужно будет использовать иконку айфона или айпада, я буду теперь еще пользоваться этим приложением. Почему? Потому что как-то странно, что я про него забыл. Собственно здесь вы как можете видеть есть инструкция как этим пользоваться, то есть вам нужно вернуться на рабочий стол, сделать нужный вам сканшот рабочего стола, открыть приложение, добавить его. Вот из камеры Roll. И через некоторое время, учитывая, что это 3-й айпад и AirPlay. Работать все это будет не очень быстро. И через некоторое время мы получаем такую картинку, которая сжимается, потому что это не оригинальное изображение. И вы можете его подретушировать под белый айпад, черный, миник и отправить соответственно в социальные сети. Там в тот же Dropbox, например, Twitter или Facebook. И настройок здесь немного. Вы можете выбрать максимальное количество точек и, например, разрешение. Оригинальное или то, которое вы зададите. Можете линкнуть на Dropbox и в принципе отличная такая фишка. Сейчас вам покажу как итоговый вариант выходит, потому что записывает все через Reflector 2. И почему-то он у нас в ПВ-шке не показывает это в самом приложении. Не знаю, с чем это связано. Будем считать это глюком. Кстати, вот это у нас Day1-2. Вы можете заметить по скорости работы, как это у нас все прекрасно лагает. Вот у нас приложение. Вернее, скриншот. И вот как-то так это все будет выглядеть. И эту же иконку, я думаю, поставлю на рабочий стол. Следующее приложение. Если эта иконка окажется большая, я ее буду сжимать таким приложением, как Radius. Вот это вот здесь. Это основное у меня приложение для сжатия фото, которым я пользовался еще для сайта. То есть вот оно меню. Вот все ваши фотографии. Внизу можете выбрать сколько точек, то есть максимальная тысяча двадцать тысяча сорок восемь. Ну вот вам нужно ровно половина. Тысяча двадцать четыре. Это не сильно обременительно для сайта. И соответственно уровень сжатия. Вы можете выбирать в процентах, вы можете выбирать в килобайт. У меня 300 килобайт. И степень сжатия. Есть у нас также настройки. То есть вы можете поставить туда вотермарк. Вот термарк. Например беленький. Правый верхний угол. Еще можно сделать борт. Тоже беленький. И ширину борта. И шейфт какой-нибудь сильной хитрожокой. Вот так вот. И вот теперь еще вот и крития. На продолжение. Там по-моему есть превью, как это будет. Вот так-то будут выглядеть, когда мы это сделаем. Давай закрывайся. Старт. Естественно можно сделать это в пакетном режиме. И вот она наша фотография. И после того, как мы делаем такую фотографию, у нас выходит вопрос, а как мы проверим, сколько это у нас весит. Для этого нам понадобится следующее приложение. Кстати, это приложение служит для отображения системной информации каждой фотографии. То есть вы видите, что здесь есть формат, то есть шпек. Время создания, количество точек и размер. Это достаточно необходимая функция, потому что встроенными функциями системы это посмотреть, насколько я знаю, никак нельзя. Это можно было сделать еще в iFoto, но iFoto товарищи Apple убили. Поэтому, если вам нужно посмотреть его свойство такой фотографии, на что это снято. Ну, предположим, вы это загрузили в iCloud на Mac. И чтобы просматривать это на iPad. Не помните там, у вас это Canon 5 Mark или это Fujifilm. Прямо так просто из гипотетического спектра я вам расскажу. Вот, поэтому настройок здесь тоже немного. Можете выбрать тип отображения. То есть все фотографии с локацией, с тегами, без зоны. Это у нас верхние. Только Fairrate приложение. Ну и дальше вы уже видите Live Photo, которое здесь на iPad нет. HDR, которое я здесь снимал. Не снимал, вернее. Панорама я тоже не делал. И, собственно, фото, например. Стандартные. Вы выключаете, оставляете здесь. Тогда у нас скриншоты. Или, например, вот так вот. Проклятый туберкулез. И вот у нас так все убирается. Тоже достаточно забавное приложение. Что у нас еще из такого must-have? Ну, Stitch, я думаю, в представлении не нуждается. Приложение, насколько я знаю, Evernout убил. То есть, по-моему, даже в App Store нету. Ну, так как они его убили. Или скоро убьют окончательно. Поэтому ничего особенного про него сказать уже нельзя. Кроме того, что оно было и мной использовалось. Удалять я его не буду. Потому что оно меня всем устраивает. Так. А, вот инструмент. Самая частая функция, которую я здесь всегда использовал, это затирание подписи какой-нибудь. или там сокритие чего-нибудь. Тебе пришлют какую-нибудь фотографию с подписями или еще чего-нибудь. И тебе его нужно так затушировать. Очень редко, когда я здесь чего-нибудь подчеркивал. Или уж тем более, там, я взял какие-то смайлики. Ух ты. Положение уже закрыли. Я только учился и узнал о таких функциях. Ну, на этом, я думаю, все. Это у нас самое часто используемое приложение. И, кстати, еще вот. XFoto мной использовалось для создания приложений. Не говорю, что это самое лучшее приложение. Просто оно наиболее часто употребляемое. Здесь даже в истории видно, что, например, я отрыл когда-то старый КПКшник. И здесь можно посмотреть, как-то у нас все здесь сохранилось. Или, например, вот здесь фото PlayStation. То есть, когда я продавал системник, мне нужно было показать, почему я его продаю. И там было жить соотношение размеров. То есть, вот смотрите, клойка в шейне такая же, как пятый iPhone. А вот это у нас системник сверху. И вот эти у нас размеры сбоку. Грубо говоря, все понятно. Если вам нужно что-то маленькое поиграть, вы выбираете себе консоль. Или вот, например, когда-то у меня была PlayStation Bit. Пока я ее не продал за ненадобностью. Вот здесь тоже куча каких-то картинок положили, чтобы это все показать одним кадром. Что у нас еще много использовалось? Вот, кстати, Screening. Тут у нас отдельное приложение. Куплено было для удаления лишних сканшотов. То есть, если вы пишете что-то в блог, очень часто вы делаете сканшоты. Эта программа их сканирует. Высчитывает и показывает, сколько мегабайт вы на месте освободите после того, как она все это удалит. Так как у меня iPad на 64 гига, в принципе, сканшоты мне никогда особой погоды не делали. Кстати, раньше они весили по 4 гигабайта. Гигабайта-мегабайта. С каждым обновлением iPhone как-то компания Apple умудряется сокращать емкость вес своих фотографий. И, в принципе, к видео это тоже относится. Кстати, что еще? Вот вы сделали кучу фото. И вы хотите их отправить. Не знаю, нафотографировали какой-нибудь документов. Кучи. Предположим, да. Вот у вас тут одно. Одна запись, вторая запись, третья запись, четвертая, пятая, шестая. И вам нужно их массово отправить. Грубо говоря, вы сделали фото документов. Вот скопируем. И вы их хотите отправить одним файлом. Как вы будете их отправлять одним файлом? Вы их обычно отправляете на Mac. Не знаю. По крайней мере, в PDF. Вы создаете из успеха PDF. И вот это вот приложение под названием Photo to PDF для этого собственно и существует. То есть вы добавляете изображение из буфера админа. И данное приложение делает мне PDF. PDF она делает... Ну, в клипборд помещается у меня где-то 15 изображений. Больше почему-то не лезет. Или потому что это ограничение самой программы. Или ограничение операционной системы. Или это ограничение просто третьего iPad. Я не знаю. Если вам нужно здесь что-то поменять. Вы берете здесь. И вот так меняете. Когда мне нужно, грубо говоря, сфоткать какую-то кучу документов там. И их отправить сейчас же. Я использую это приложение. Офигенно. По-моему, до сих пор бесплатно. И вот здесь открыет PDF. Работает до сих пор шустро. Несмотря на то, что это третий iPad. Опять же повторяюсь. Третий iPad. Это у нас второй iPad с айтиным изображением. Этим экраном. Кстати, ничего не мешает. Не было такого. Не мешало сжать эти изображения через вот этот вот. Радиус. И потом сделать из них просто PDF-ку меньшего размера. Следующее приложение я уже использую меньше. Ну, по причине того, что вот, например, DnD Panorama. В принципе, здесь есть большое количество. Если я галерею включу. Фотографии снятых даже на iPad. Это круговые такие фото. Они не шарообразные, но круговые. И, в принципе, она снимает достаточно неплохо. Там где-то за 1-2 доллара я покупал Pro версию. И там просто он снимал на максимальном разрешении камеры. Сейчас мы вам это покажем. Explorer. Ну, кстати, вот. Можно чужие фотографии посмотреть. Не все делают круговые фотографии. Ну, вот такие панорамки, если надо. Вот, видите. Там 512p, что покрыт 1024. Когда это изображение, я бы сказал, намного лучше становится. Вот, видите, такая дымка исчезла. Это, по-моему, стоит 1 доллар. Я это покупал еще в 2013 году. Сколько это сейчас стоит, не знаю. А вот это у нас фотки все из онлайн-сервиса. То есть, все фотографии, которые я создавал за последние 4 года, с помощью данного приложения, я могу посмотреть. Очень хорошее приложение. Жаль, оно постоянно разлогинивается. То есть, каждые 2 недели надо вводить пароль заново. Поэтому лень. Но, если приходится фотографировать панорамные фото, я им пользуюсь. А редакторы еще какие есть? Это у нас InLight. Он мне заменил в какого? Snapfit. Snapfit. Вот тот, который у нас купил в Google. Пользуюсь раз в полгода. Потому что это на iPad. На iPad я этим практически не занимаюсь. Но по количеству настроек. Это приложение must have must have. Воу. Видите, я его не включал. Поэтому он еще дает мне всяческими этими фильтрами. Вот если, например, понадобится сделать черную фотку, я сделаю через это приложение. Пресеты, инструменты, ясность, яркость. Здесь это все делается. Сейчас вы, наверное, не видите. Хотя нет, должно отображаться. Да. Да. В общем, офигенная фишка. Но так как я не пользовался уже больше года, полистайте лучше сами. Кикс. И остались у нас изображения, не изображения, приложения, которые делают панорамные фото. Например, SplitPeak. Сейчас будем тестить камеру на третьем iPad. Вот так вот. То есть офигенное приложение, когда вам нужно сделать фото одного и того же девайса в одном снимке, но не из таких фото. Вот, например, у вас есть вот так вот. Давай работаем. Вот, вот. Где-то здесь должна быть камера. Товарищ iPad. Ну вот, грубо говоря, у вас есть рекорды. Но вам нужно его сфотографировать лежа. Фас. И его же профиль. Если он нам разрешит. Давай. Все. Там есть preset и различные настройки. Секунда. Вот они все выскочили. То есть можно наложить фильтры на одно, потом наложить фильтры на вторую полу. Кстати, я не знаю, вот эти фильтры появились в таком массовом порядке. После Instagram или после Prisma. Просто вот все вот эти черно-белые фильтры появились как раз после. Оп. Сюда яркость увеличить. В общем, офигенная штука. Есть еще вторая такая же на iPad. Ну, в смысле, у меня на iPad. Это у нас World Lens. Но оно, по-моему, заточено больше под iPhone. Now. И все тоже самое. Ну, здесь получше. Вам нужно просто нажимать. Что-то в этом тоже есть. 5 часов ночи товарищ занимается какой-то фигней. Что самое прикольное, то что он все-таки фотографирует полным кадром, а здесь он просто обрезает. Сейчас объясню, что я имею в виду. И вот здесь это у нас. Где у нас написано? Вот у нас написано. Да-да-да. Вот, собственно, вот что я имел в виду. То, что... А, нет. Ну, кусочек фотографирует. Или это так близко было? Нет. Это было так близко. Другая постфактума, вы еще можете двигать это все. Что не может не радовать. Надо было просто подальше фотографировать. Тоже достаточно неплохое приложение. Сколько они сейчас все стоят и все ли они сейчас есть в App Store? Вот кроме скитча, который вот очень не должно быть. Ничего вам сказать определенного не могу. Ух ты. Тут даже можно выбрать Resolution. Так. Sierra, кстати. Фильтр. А вот новую Mac OSISI ставить не буду. И... Сейв. Что, все что? Угу. Это он так лагает. Ну, что вам еще сказать. Фото это PDF. Live. Это у нас еще раз. Это даже альфоновское приложение. Тоже для коллажей. Почему-то оно вот так вот выглядит. Странно. Ну, ладно. Не хочет работать, не надо. А, Camera Plus. Извините, забыл. Это у нас даже не... Да, это не айпадовское, а айфоновское приложение. Ну, снимать обзор на Camera Plus с айпада. В 2016 году это совсем не благотворенное, я бы сказал, даже занятие. И... Мы все правильно делаем. Где у нас AfterFox? Куда он делся? В общем, не важно. На этом обзор, я думаю, можно завершать. Все лучшего. Ждите новых видео. До встречи. Пока. Продолжение следует...